МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Думе прошло тайное голосование. Народные избранники согласовывали кандидатов на посты заместителей главы города. Алексей Сафонов выдвинул четырех претендентов. Олега Кочеткова первым замом, Илью Волкова, Леонида Бородулина и Марину Жукову заместителями по направлениям социальной политики, строительства и финансов. Процедура предусматривает создание счетной комиссии, заслушивание выступлений по приоритетным направлениям. Она развитирует тех направлений, по которым замом будут назначаться самих кандидатов, ну и, соответственно, процедура тайного голосования. Самые острые вопросы депутаты адресовали Леониду Бородулину и Марине Жуковой, претендентам на посты замов по капитальному строительству в городе и вопросам бюджета и финансов. Присутствующих волновали как глобальные проблемы, например, ревизия земельных участков, долгострой на перекрестке улиц Московской и Курчатова, так и частные, строительство детского парка на улице Сосина. Реализация обсуждаемых предложений требует существенных финансовых вложений. Я всегда за то, чтобы ехать на машине не на квадратных колесах. Это неудобно всем. Соответственно, чтобы поездка была приятной, нужно принимать грамотные и своевременные решения. Я абсолютно за логику, порядочность и открытость во всех направлениях. Если есть проблема, ее нужно просто садиться и обсуждать, решать. Выслушав кандидатов и задав все интересующие вопросы, депутаты приступили к процедуре голосования. На нее отвели 30 минут. Народные избранники ставили галочку напротив графа «за» или «против» и опускали бюллетень в ворну для голосования. Итоги озвучил председатель счетной комиссии. Четыре из четырех претендентов набрали большинство голосов. Олег Кочетков, Илья Волков и Леонид Бородуллин набрали одинаковое количество голосов. 24 «за» и 5 «против». В бюллетень номер 4 для тайного голосования была включена кандидата Жукова Мария Вячеславовна. Присутствовало 29 депутатов. Результаты голосования «за» Жукова Марина Вячеславовна проголосовало 28 депутатов против 1. Также поздравляем лучший результат. Исполнять обязанности заместителя по вопросам городского хозяйства остается Сергей Лобанов, который курировал этот блок при Алексее Голубеве. С техническим оснащением в Саровской полиции существенных проблем нет. А вот штат, по словам Андрея Чернышева, укомплектован не полностью. И это серьезная проблема. Чтобы закрыть вакантные должности, необходимо привлекать иногородних специалистов. А для этого нужно создать в Сарове комфортные условия для их проживания. Ключевой фактор здесь – жилищный вопрос. Вопрос решаем по поводу строительства в Сарове служебного жилья для сотрудников полиции, который поможет нам обеспечить жильем сотрудников полиции, а также привлечь из-за пределов зато молодых и других опытных сотрудников, которые могут здесь служить на благо города. К концу 2023 года планируют построить дом на 72 квартиры, что, по мнению Андрея Анатольевича, поможет решить вопрос с укомплектованностью штата. Также руководитель Саровской полиции рассказал о ситуации с бездомными в городе. Он уверен, специальные учреждения для их содержания в Сарове строить не имеет смысла. На моей практике таких в год один-два человека единицы. То есть и то мы с клинической больницей этим вопросом, и соцзащитой эти все вопросы решаем. То есть как бы отдельно для двух человек строительство какого-то учреждения, я думаю, просто нецелесообразно. А вот на вопрос, нужен ли вытрезвитель в Сарове, однозначного ответа пока нет. Тема активно обсуждается. Сегодня с пьяными людьми в общественных местах разбираются две организации – МВД и клиническая больница номер 50. И в целом с задачей они справляются. Прошло уже 35 лет с той страшной аварией, которая потрясла весь мир, изменила сознание и судьбы миллионов людей. Взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох и дал понять, что безопасность людей должна стоять на первом месте. По распоряжению главного инженера станции сделали эксперимент. Отключили четыре степени защиты, четыре, которые предусматривали от всяких неожиданностей. Или кто-то случайно кнопку нажал, или еще что-то. Четыре степени. Все, всю систему защиты отключили. И реактор пошел в разгон. В результате теплового перегрева взорвался. И произошел выброс радиоактивных веществ. Облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров. К аварии никто не был готов. Пожарные не знали, как вести себя в зоне высокой радиации, приехали на тушение без обмундирования. Ученые не понимали, как остановить распространение вредных веществ. Медперсонал утопал в пострадавших пациентах. Местные жители ничего не подозревали, так как СМИ молчали об аварии без малого трое суток. После эвакуации населения остров стал вопрос о восстановлении разрушенных объектов и остановке радиационных выбросов. На ликвидацию последствий отправились специалисты со всей страны. Строительство началось в начале июня. Александр Филиппович возглавлял управление производственно-технологической комплектации. Наша задача была обеспечить строительство всеми строительными материалами, механизмами, машинами, запасными частями. Колоссальные объемы, это круглосуточная работа. Работал три бетонных завода, которые обеспечили. У нас было три базы, две в Тетереве и одна была в 30-км зоне на границе. Закрыть источник радиации нужно было максимум за пять месяцев. Люди спали по два-три часа в сутки, работали на пределе возможностей с простейшей защитой. 30 ноября специалисты завершили строительство сооружения укрытия из бетона, металлоконструкций и свинцовых листов. Было такое облегчение, как будто действительно, значит, мы побывали на том свете и вернулись. Вернулись, выполнили ту задачу, которая перед нами стояла. Получили высокую оценку своей работы. И была гордость за то, что мы большую пользу принесли не только Советскому Союзу, но и на международной арене укрепили свой авторитет. В связи с 35-летием со дня трагедии сотрудники библиотеки Маяковского подготовили для читателей выставку «Чернобыль. Помнить тяжело, забыть невозможно». На ней можно увидеть около 80 экспонатов, книги, иллюстрации, фотоматериалы, а также графические портреты ликвидаторов аварии художника Алишера Пяткова. За весенний призыв ряды российской армии должны пополнить больше 3000 человек из Нижегородской области. Из них в Сарове сотрудники военного комиссариата планируют набрать около 50 человек. На службу молодые люди отправятся на 12 месяцев. При наборе участники по-прежнему соблюдают все антиковидные ограничения – маски, обработка рук, соблюдение дистанции. Из нововведений этого года – обязательная вакцинация для всех призывников. Они должны сделать прививку. Те, кто не сделает прививку, каким-то причинам будет прививаться во время службы в армии. По законодательству все осталось без изменения. Все то же самое, что и было. Также отсрочки для получения образования по семейному положению. И по категориям годности, кто не годен к военной службе, те будут освобождаться от призыва. Потенциальные новобранцы сдают анализы, проходят медкомиссию. По ее итогам специалисты выявляют категорию годности. В зависимости от состояния здоровья призывная комиссия определяет род войск. Основная масса идет в центральную часть России. Кроме этого, мы комплектуем Северный флот и Южный военный округ. Это район Ростова. Черноморский флот очень редко комплектуем, но бывает. Всего в России за весенний призыв вооруженные силы отправят более 130 тысяч новобранцев. Он пройдет с 1 апреля до 15 июля. Осенний призыв начнется 1 октября, а закончится 31 декабря. ПЕСНЯ 210 лет внутренним войскам и 5 лет со дня образования войск Национальной Гвардии. В ДК прошел праздничный юбилейный концерт, посвященный Дню войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Ветераны заложили славные боевые традиции. Мы надеемся, что вы в своем добросовестном исполнении воинского долга перед нашей Родиной, перед народом, внесете свой достойный вклад при умножении славных боевых традиций нашего орденового соединения. С праздником вас! Сотрудникам подразделений вручали награды, почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. В этот торжественный день со сцены в адрес гвардейцев звучали теплые слова и пожелания. Глава города Алексей Сафонов подарил Саровской дивизии памятный подарок – картину с видом монастыря, как символ города, который защищают и оберегают военнослужащие. Большие слова благодарности хочется сказать соединению за то, что вы всегда участвуете во всех мероприятиях, во всех событиях нашего города. Это очень важно, потому что этот город создан отчасти так же и вами, благодаря вашим ветеранам. Потому что тот город, в котором мы сейчас живем, те истории, те традиции, которые вы так свято чтите, были заложены в вашем предшествии. Поздравить Саровскую дивизию также приехал ансамбль песни и пляски Приволжского округа ВОЗ Национальной гвардии Российской Федерации. Танцоры, инструменталисты и вокалисты приготовили для военнослужащих часовую концертную программу. Конечно же, мы привезли сюда праздничную программу. Совсем недавно, в феврале, у нас был фестиваль ансамблей всей Росгвардии Российской Федерации. И каждый ансамбль готовил программу для того, чтобы показать ее на фестивале. И одна из замечательных программ, которая сегодня здесь, в Сарове, это та фестивальная программа. Праздник прошел с соблюдением всех норм коронавирусных ограничений. Места присутствующим распределили с сохранением необходимой дистанции. В этом году у работников культуры большое количество поводов для праздника. 330 лет городу, 75 лет ядерному центру, 15 лет запуска программы «Территория культуры Росатома», 75 лет библиотеки имени Маяковского, 30 лет кукольному театру «Кузнечик» и 10 лет музея народной игрушки. Все эти учреждения невозможно представить без людей, которые преданы искусству и служению людям. Мы во многих позициях достаточно высоко находимся в разных рейтингах, но ключевое у нас – это не производственные показатели, не наши достижения в области безопасности. Ключевое для нас – это то, что те люди, которые живут в городе, благодаря вам наполнены теплом и светом. Благодарности и почетные грамоты получили научные сотрудники музеев, библиотек, реактеры, педагоги-методисты, художники по свету, кассиры и инженеры. Александр Николаевич Чугунников посвятил любимому делу около 25 лет. Сначала просто векториком, потом инженером, а потом ведущим инженером-энергетиком. Работа у нас интересная. В то время у нас еще был парк культуры, детский парк был. Потом на силке, на баллитровой павильон, сказка тоже. В свободное от работы время Александр Николаевич пишет детские стихи, состоит в литературном обществе «Саровские ключи». Работники культуры стараются ежедневно развиваться в различных направлениях, ищут новые формы общения с аудиторией, чтобы гостям и зрителям учреждений всегда можно было отдохнуть от повседневной суеты, окунувшись в творчество. Актерам не в новинку работать с реквизитом, но в этот раз им предложили разыграть небольшие этюды со случайными предметами. Все этапы экспромт-битвы Саровского драматического театра строились на импровизации. Участников разделили на две команды и предложили попробовать свои силы в разных творческих заданиях. Атмосфера вечера больше напоминала капустник, чем соревнования. Мы решили, что зачем делать победители. Такой прекрасный день, день театра. Для меня лично они все просто победители, потому что это очень сложно так выходить, не зная, что делать, вот просто здесь сейчас выдумывать. Это сложно, поэтому мы решили, что не нужны победители, они все прекрасны. Выход за выходом актеры показывали зрителям все грани своего мастерства. Они упражнялись в памяти, объясняли зрителям профессиональные термины, опираясь на рандомные картинки. На ходу придумывали мизан-сцены, разыгрывали этюды в предложенных обстоятельствах. Каждое слово в диалоге начинали со следующей буквы алфавита. Ты не знаешь, что тебе предстоит, ты не знаешь, что тебе скажут, ты не знаешь, что тебе прикажут. Это как вот бывает, слава богу, редко, но бывает, когда случайно артист, например, какой-то на сцене забывает текст, а другой артист понимает, что тот забыл текст, и нужно выкручиваться, потому что зрители сидят, спектакль не остановишь, не скажешь, что ты сейчас должен сказать, вот так. Нет, ты должен выкручивать ситуацию таким образом, чтобы никто ничего не понял, и дальше было так же интересно. Импровизационный эксперимент уже проводили в подвале, в этот раз перенесли на большую сцену. Экспромт-битва должна была стать частью двухдневного театрального марафона, но из-за пандемии реализовать масштабный праздник не получилось. Однако небольшое количество зрителей, которым все-таки удалось попасть на вечер, получили массу положительных эмоций. В финале вдохновленные фрагментом спектакля «Семья Конвой», который совсем недавно прогремел на уровне области, артисты разыграли для гостей шарады. Учительский труд – благородный, нелегкий, ответственный. От учителя, наставника зависит, какими вырастут наши дети и их ученики. Педагог зажигает в ребенке интерес к знаниям, раскрывает его таланты и способности, закладывает те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни. Лучшего учителя Сарова выбирают ежегодно на городском конкурсе среди педагогов школ. Раньше на него выходили уже опытные специалисты с большим педагогическим стажем. В этом году свои методические разработки представили три учителя. Все они совсем еще молодые, и каждая из них не проработала в школе и шести лет. Это очень приятно, потому что этот конкурс, конечно, требует определенного бесстрашия и амбиций. И это качества, которые свойственны как раз молодым в большей степени. Поэтому помолодели наши участники конкурса. Это радует. И кроме того, они горят какими-то новыми идеями. На первом заочном этапе жюри оценивало образовательный интернет-ресурс участниц и видеоучебного занятия. На финале конкурсанткам предстояло показать визитную карточку, ответить на вопросы и провести мастер-класс. Это было самой сложной и трудоемкой частью испытаний. Учителя представили новые методики с погружением для учеников младших классов и показывали работу на новых образовательных платформах. И так как прошлый год частично прошел под знаком дистанционного образования, конкурсантки не обошли его стороной. Мой мастер-класс был о смешанном обучении и о электронном обучении с использованием дистанционных технологий. На этом мастер-классе я показала, как работает один из инструментов, посредством которого можно достигать, реализовывать отдельные задачи технологии смешанного обучения или дистанционного обучения. Это интерактивная доска МИРО. Ксения стала победительницей городского конкурса «Лучший учитель-2021». Теперь, если она пройдет заочный этап, то в мае отправится представлять наш город на региональном конкурсе. Всего семь недель прошло с первого занятия в рамках проекта «Волжская солнечная флотилия». А лодка юных мореплавателей уже обретает свои черты. Саров впервые участвует в детском инженерном конкурсе по постройке судов. В этом году проект получил президентский грант. На выигранные деньги организаторы и закупили детали для лодок. Теперь их как конструктор школьники собирают в разных уголках Нижегородской области, чтобы потом спустить на воду. Это сегодня самый современный инженерный конкурс для детей, который позволяет прикоснуться к науке, во-первых, а во-вторых, научиться что-то делать руками. И лодку надо построить, изучить, как это делается, а потом на этой лодке выйти на соревнования. Подробности проведения финальных заплывов рассказали представители Нижегородского детского пароходства. В рамках визита они ответили на вопросы ребят и педагогов, дали советы по подготовке к конкурсу. На заключительном этапе команды будут соревноваться в интеллектуальной викторине. Но самыми важными будут состязания на воде. На воде проводятся три соревнования. Первый – это на скорость, то есть как она быстро может двигаться. Второй – на маневренность. И третий – на выносливость. Реализацию проекта «Волжская солнечная флотилия» курирует законодательное собрание Нижегородской области. Народные избранники внимательно следят за успехами юных мореходов. Я надеюсь, что Саров так же себя хорошо покажет. Я посмотрела, какая у вас база. Но грех не участвовать с такими педагогами, с такой базой. Я думаю, что и соревских детей ждет успех. Успехов вам, дорогие друзья. В конкурсе участвуют школьники из Ветлушского, Шахунского, Таншаевского, Лысковского районов, Нижнего Новгорода. А также организаторы ожидают приезда участников с Чуваши, Владимирской области и Новосибирска. Финал состоится в середине июня в Нижнем Новгороде. Простые предложения и нет заумных философских рассуждений. Рассказы Чехова как нельзя кстати подходят для чтения вслух. Тонкая ирония писателей и легкий юмор помогают читателю понять самые сложные жизненные ситуации. Читать рассказы Антона Павловича пригласили девятиклассников. Некоторые из школьников впервые участвовали в проекте. Начать чтение вслух с Чехова – это прекрасно. В такой солнечный день вдвойне прекрасно. В такой чудесной компании втройне прекрасно. Читали не только юмористические произведения, но и так называемые святочные рассказы. Ученикам 14-й школы досталось кривое зеркало. Предание говорит, что в зеркале сидит черт, и что у прабабушки не была слабость к чертям. Сергей Романцов участвует в проекте «Читаем вслух» второй раз. Он отметил, что даже немного жутковатую историю про мистическое зеркало читать было легко. Участие в этом проекте мне очень понравилось. Оно дало мне довольно хороший опыт выступления на публике, например. Также я немного попрактиковал свое чтение, так как обычно я читаю про себя, не вслух. Проект Дворца детского творчества позволяет совершенствовать навыки выразительного чтения. И хотя никто не оценивает выступления школьников, они все равно стараются читать громко и выразительно. Проект замечательный. Чтение вслух – это очень важный навык. 95% успеваемости, успеха ребенка в школе зависит именно от того, как он умеет читать. Следующая встреча в рамках проекта состоится 14 апреля. Ее посвятят 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова. Ученики 11-х классов будут читать вслух его книгу «Горький, Москва» далее везде. Несколько кукол, рисунков к спектаклю, костюмов актеров. Экспонатов не так много, а вот материала для экскурсии более чем достаточно. О каждом из них Ирина Семенчук может рассказывать долго и увлеченно. Эти куклы создавались в тесном сотрудничестве с Натальей Мишиной по ее эскизам. На выставке представлены игрушечные актеры трех спектаклей – «Чудаки», «Суворов» и «Дети Библии» Моисей. Наталья никогда не доверяет скульптуре никому, хотя в театре кукол иногда это допускается. Художник предоставляет эскизы и уже, допустим, патафоры сами могут лепить. Куклы трех спектаклей, но одного автора очень разные. По словам Ирины Семенчук, при создании самое сложное – следовать эскизам художника. Но здесь Наталью и Мишину поразили саровские специалисты, которые шили костюмы для спектакля «Суворов». Мастера кропотливо проработали мельчайшие детали, как будто создавали одежду для настоящих актеров, а не для кукол. Также при изготовлении очень важно добиться реалистичности. Чтобы она была, знаете как, не то чтобы удобная, а чтобы она была живая, чтобы вот ее жест, актеры не тратили огромных усилий, чтобы как бы ты чуть толкаешь куклу, и она движется уже по какой-то своей вот такой пластике особой. И добиться вот этой пластической выразительности куклы, наверное, самое сложное. На экскурсию приходит много детей. Но взрослые не отходят далеко, а внимательно слушают рассказ Ирины о спектаклях, о том, кто создавал куклы, какие техники и материалы использовали. У каждой куклы свои секреты. Ну, конечно, марионетка для нас, наверное, наиболее сложная кукла, потому что она просто не в нашей культуре. Вот мы редко работаем с марионетками, и поэтому там есть особая сложность в марионетке. Нужно уравновесить все части тела, их специально делают деревянными, чтобы была возможность утяжелить свинцом где-то. Выставка кукол будет работать с православным творческим объединением «Мир» до конца апреля для лиц старше шести лет. Виват-хор. Младший хор хорового отделения «Копель» стал лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля конкурса. Из-за пандемии готовиться к такому серьезному соревнованию было непросто, поэтому две композиции взяли из старого репертуара, а одну новую все же удалось разучить после ослабления коронавирусных ограничений. Эта песня – жадный гусь Сергея Плешака. Конечно, есть и минусы, но в связи с тем, что все-таки мы находимся в маленьком городе, нам быстрее разрешили выйти, и поэтому больше у нас времени было подготовиться, и мы с радостью, с большим энтузиазмом принялись за эту работу. На суд жюри воспитанники детской школы искусств также представили островок Сергея Рахманинова и ежики-смеются Алексея Ларина. Оценивали мастерство ребят, преподаватели хоровых дисциплин Московской консерватории. Младший хор у нас представляет 2-й, 3-й, 4-й класс хорового отделения нашей детской школы искусств. Ребята занимаются в специальности – это их хор. Занимаются также на фортепиано, сольфеджио, слушание музыки. Очень любят заниматься, очень любят дружить, очень любят петь в хоре. Традиционно каждое занятие ребят начинается с дыхательной, артикуляционной гимнастики и распевов. После этого ребята приступают к самой репетиции или разучиванию новых композиций. Причем они работают не только над вокалом, но и над подачей произведения. Театрализация в хоровых коллективах – уже привычная тенденция, пояснила Анастасия Ерофеева. Что мне нравится в моем хоре? В моем хоре мне нравится, конечно же, учительница. Она у нас добрая и справедливая. Еще мне нравятся наши ребята. Они у нас тоже добрые и хорошие. Нравится разучивать, издавать разные песни, которые мы поем на хоре. И еще мне нравится ездить на конкурсы и выступать вживую. В конце апреля ребята планируют отправиться уже на очный всероссийский конкурс в Нижний Новгород. Их называют хвостиками, пушистиками, маленькими друзьями. Во всем мире люди, которым небезразлична судьба бездомных животных, борются за их права и проводят благотворительные акции. Саров не стал исключением. С 1 апреля по 31 мая в нашем городе пройдет акция помощи частным приютам под хэштегом «Дари, корми, люби». Мы нашли три частных приюта. Один находится там же, где приемник, это Назернова. Еще съемная квартира и огороды на протяжке. Там женщина продала свою квартиру, купила там дом и вот там. Значит, чем заинтересовало и почему именно им? Эти люди помогают именно животным, которые попали в беду. Руководители частных приютов – люди, у которых есть основная работа. А в свободное время они – волонтеры, разделяющие боль животных, оставшихся без дома. У приютов нет финансовой поддержки города, именно поэтому им нужна наша помощь – корма, старое одеяло, подстилки, лекарства. Нужны и люди, которые могут обустроить вольеры, регулярно прибирать их. Меня вообще умиляют люди, и, честно говоря, прям до слез, когда просишь помощи, а помощь приходит чуть ли не через час, через два, через три. Поэтому, естественно, всем моим благодарность волонтерам. Все всегда поддерживают, все всегда откликаются на любую помощь, которая только возможна. Пункты приема помощи частным приютам находятся ОБЦ на улице Силкина, Клуб Акбар, Клуб Восходному Зруково и Сарфты. Подробную информацию и все вопросы можно задать Светлане Романовой или написать в группу ВКонтакте. Клуб любителей собаководства Акбар. Станок для отжиманий равномерно отсчитывает количество касаний. Чтобы получить максимальный балл из упражнений, Верене и Белкиной нужно коснуться платформы 20 раз. Кроме отжиманий у девушек и подтягиваний у юношей, в минувшую пятницу ребята сдавали нормативу по бегу и метанию гранаты. Отряд «Бар» с пятой школы участвует в Нижегородской зорнице в старшей возрастной категории. Команда лидирует, но не все ребятам дается легко. Сложная, наверное, была стрельба, и из-за того, что нас большинство отряда плохо видят, это нам усложняло задачу. Мы надеемся, что мы справились с этим хорошо, и что у нас все будет классно. На соревнования отряды приходят по графику, чтобы не было массовости, так как еще действуют ограничительные меры. Да и участников не так много. В каждой команде 10 человек. Шесть юношей и четыре девушки. К сожалению, в этом году пандемия, как и во все, внесла свои поправки, поэтому участвует всего пять школ, хотя традиционно у нас принимают участие 18-18. Пять школ, одна школа в средней возрастной категории и четыре школы в старшей. Нижегородская зорница – это комплекс соревнований по основам военной подготовки, истории и физической культуры. Состязания проходят несколько дней, так как дисциплин много. Это физическая подготовка, метание гранаты, бег на длинную дистанцию, короткую, плавание, отжимания и подтягивания. И, естественно, дисциплины военизированы. Это, например, разборка автомата Калашникова, одевание общевойскового защитного костюма ОЗК на время. Естественно, они обходятся без интеллектуальных конкурсов, таких как ратные страницы истории. Команда-победитель муниципального этапа будет представлять Саров на дивизионных соревнованиях, которые пройдут в апреле. Финал Нижегородской зорницы запланирован на октябрь. Дома и стены помогают. Первая встреча со стартом в Таншаево закончилась для нашей команды поражением. 27 марта ХК «Саров» принял их на своем льду. Первый период выдался напряженным и закончился ничьей со счетом 1-1. «Саров» перенял инициативу только к концу второго периода, забросив шайбу в ворота противника за три минуты до перерыва. В перерыве посидели, тренер объяснил, указал на ошибки. Вышли, забили, повели. В третьем периоде уже отстаивали, играли по счету. Остались меньше удаляться, но обидное удаление. Команда выстояла, пятиминутный штраф вытерпела. Я думаю, за это отблагодарил нас, забили третью, ну и четвертую впустую уже. В конце третьего периода вратаря команды «Старт» заменили на шестого полевого игрока. На последней минуте игры «Саров» забил шайбу в пустые ворота. Счет игры 4-1. Старту в эту субботу пришлось непросто, поскольку играли они неполным составом. Мы в регулярке заняли второе место после вачи. Но опять же скажу, что собираемся все, более-менее играем. Сегодня у нас нет студента, пашки одного, все, уже тяжелее, уже нет полного комплекса по двух пятерок. Не хватило реализации, конечно, в первую очередь, я считаю, и силенок. Много монет создали, не могли забить, сегодня очень здорово сыграл вратарь. С каждой минуты чемпионата трибуны реагируют на ход матча все ярче и эмоциональней. Полуфинал держал зрителей в напряжении на протяжении всей игры. Очень быстрые атаки проходят, да, быстрые атаки. Атака на атаку отвечает. Ребята борются, могут, конечно, прибавить, но что-то пока не очень рассмотрится. Ну, выигрываем, слава богу. Наши парни играют великолепно. Конечно, ждем выигрыша. Болеем за свои. Счет серии 1-1. В воскресенье Саров встретился со своим постоянным соперником на выезде. Эта игра определила финалиста чемпионата. Старт Таншаева – это наш излюбленный соперник в стадии этой полуфинальной. То есть мы уже третий год подряд с ними играем. Второй год подряд 1-1. Посмотрим. В том году они были сильнее. Посмотрим, что в этом году будет. По итогу встречи в финал вышла команда «Старт». Саров теперь будет бороться за третье место чемпионата 11 апреля с командой «Спартак» Тумботина. Ее он примет на своем льду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова